Добрый день, дорогие друзья! Расскажу сегодня вам о том, как решить самостоятельно такую проблему, как насморк или какой-нибудь синусит. Не важно, гайморит, фронтит, то есть воспаление пазух, воспаление слизистой носоглотки и воспаление слизистой пазухи. Как лечатся эти проблемы? Без применения всевозможных лекарств и тем более без применения антибиотиков. Все достаточно несложно. Что нужно сделать? Первое. Почему у нас накапливается инфекция в этой области? Потому что есть прямой контакт с внешней средой. То есть носоглотка это наши входные ворота, через которые все, что есть в окружающем нас воздухе, как раз попадает в наш организм. Именно поэтому здесь всегда есть инфекция. Именно поэтому слизистая этого места приспособлена к тому, чтобы бороться с этой вечно поступающей инфекцией. Для этого у нас существуют лимфоидные образования в области глотки. Именно они в основном являются основными нашими пограничниками, которые задерживают поступающую внутрь инфекцию. Точно так же для этого существует слизистая оболочка. Мы знаем, что такое слизистая. Это та оболочка, которая выделяет слизь. Слизь для чего? Для того, чтобы эти чужеродные вещества осадились на слизистой. И потом мы их сглотнули, попали в желудок или выплюнули, вышли из нас. А в желудке они нейтрализуются соляной кислотой. То есть вот таким образом устроена защита нашего тела от попадания внешней инфекции в нас. Почему же мы тогда заболеваем? Почему возникают насморки? Почему возникают гаймориты? Возникают в одном только единственном случае, когда нарушается нормальный отток слизи. То есть возникает отек слизистой оболочки. Вот когда возникает отек слизистой оболочки, то это вызывает две вещи. Первое. Нет стекания вот этой слизи, с которой должны выходить вся инфекция, все микробы, которые попали к нам на слизистую. Это первое. А второе. То, что иммунная система, которая находится в слизистой, она тоже становится более слабой, слабее. То есть за счет отека. Соответственно, все эти проблемы возникают именно на фоне отека слизистой оболочки. А раз это так, значит, соответственно, первое, что нужно сделать для того, чтобы решить проблему насморка или синусита какого-либо, это убрать отек со слизистой носоглотки. Делается это элементарно просто. Берете неполную чайную ложку соды, заливаете стаканом кипятка, перемешиваете, чтобы перестал выходить углекислый газ, и получаете раствор щелочи. Остужаете так, чтобы она стала комнатной температуры. Потом набираете в шприц, только без иголки шприц. И по одному миллилитру в каждую ноздрю, лежа на спине, заливаете. Залили, размазали по слизистой носу, еще секунд 15-20 полежали в таком положении, чтобы там все это разошлось, весь этот содовый раствор разошелся по слизистой носоглотке всей, как можно большую область захватил. И потом встали, и у вас через минуту-другую начнут выделяться сопли, вы начнете откашливаться, высмаркиваться. То есть весь этот отек со слизистой будет уходить. И в течение 15-20 минут вы таким образом с помощью банального содового раствора убираете отек со слизистой. А убираете отек, это значит из пазух начнет то, что там накопилось, тоже начнет выходить. Почему? Потому что синусы, синуситы возникаются из-за чего? Синусит это воспаление слизистой оболочки, пазухи. Возникает из-за чего? Из-за того, что нарушен отток. Нарушается отток из-за того, что идет отек. Соответственно, вы убираете отек, восстанавливаете отток из пазух, и тогда организм дальше сам начинает бороться с этой инфекцией. Можно ему еще помочь, чем? Усилением иммунитета. Усилением иммунитета, это что нужно сделать, чтобы усилить иммунитет? Добавить туда приток крови. То есть увеличить кровоснабжение этой области. Каким образом? Ну самый простой способ это прогревание. Если вы, например, на горлышко наденете шарфик, каждые 15 минут будете пить по кружке горячего чая, да еще если с малиной, вообще будет изумительно. Если это пазухи, то можно насыпать чего-то, например, гречку, крупу или крупного помола, соль в носочек, прогреть эту гречку на сковородке, накалить ее, то есть делать так, чтобы она была теплой, сильно теплой, горячей. В носочек насыпаете, и этот носочек вот так вот на пазухе сюда кладете. Если это лобные пазухи, значит сюда на лоб. Если гаймору, значит сюда вот так. И нос, и гаймору, и пазухи вот этим теплым носочком вы прогреваете 15-20 минут. Усиливаете, сосуды расширяются, усиливается приток крови к этому месту, и организм сам справляется с этой проблемой, с воспалением носоглотки, слизистой носоглотки или пазух. Вот таким образом вы буквально за пару дней легко и просто сами можете вылечить у себя такие проблемы, как насморк или всевозможные синуситы. Если вам это видео понравилось, и вы нашли в нем ответы на имеющиеся у вас вопросы, вы можете дать мне знать об этом в комментариях, а также поставить лайк и подписаться на канал. Если вы хотите узнать больше, переходите по ссылке, которая находится под видео, и записывайтесь в онлайн школу здоровья, благодаря которой вы забудете про боли и болезни и научитесь быть здоровым без лекарств. На этом я прощаюсь с вами и до встречи в новом ролике вот буквально уже совсем скоро. Благодарю вас.